Сейчас мы находимся в самом святом месте на реке Ганга в Индии. Здесь у нас сжигают трупы, мы в Варанасе. Приятного просмотра, подписывайтесь на канал. Это будет самое худшее решение в ее жизни. Надеюсь, что мы не пожалеем о том, что мы сейчас сделали. Они нанимают людей, которые помогают сжигать труп, как бабушку поджигать. Да, друзья, запах тут, конечно, вообще ужасный. Охереть, эта нога жгется. Жесть, я сначала... Это две ноги торчит. И это голова. Офигеть, запах зловонный. Как горевшие волосы, горевшее что-то нечистое. Заболевших, тех, которых укусила змея, а горе, это люди такие, у которых какие-то эксциденты случились, которые умерли не своей смертью. Их не сжигают, их просто так бросают в реку. От 20 до 40 тел сжигают именно в этом месте. Вот здесь вот жгут людей, а здесь вот люди покупаются. Достаточно 9 тысяч индийских денег, чтобы сжечь труп. А еще он говорит, что есть электрический крематорий. На котором за 500 руль ты можно сжечь одно тело. Мало кто этим пользуется, но если прям совсем нет денег, то можно воспользоваться такой опцией. Это золотой храм, рядом с которым сжигается вот большинство трупов в Варанасе. Смотрите, какая прекрасная архитектура и какое ужасное место. 100-150, может быть 200 тысяч людей сжигаются ежегодно. Умирает здесь намного больше. И прикиньте, сколько может быть бросают просто так в реку. В Варанасе это тот город, в котором очень легко убить человека. И никто ничего не узнает. Потому что никто не будет искать труп в той реке, в которой каждый день сотни тысяч других трупов уже плавают. Вот ребята соблюдают гигиену. Надеюсь, никто не кушает. Это не тот ролик, чтобы под него есть пельмеки. Это немножко так культуре местной. Вообще Гага у них считается очень священной рекой, самая священная поля река в Индии. И хотя бы раз в жизни каждый индус мечтает сюда приехать, чтобы сделать умновение, когда они заходят и несколько раз так окунаются. Вот смотрите, как он делает хоп, как у нас на крещении. И они считают, что если они вот так вот омоются, то они смоют все свои грехи. Видите, мужичок, он так забритый, у него такая косичка маленькая. Вот у этого тоже. Это значит, что у них недавно кто-то умер. Либо жена, либо кто-то из родителей. Офигеть, ребята, искупались бы вообще в такой водичке. Но, кстати, может казаться, что тут прям грязно-грязно, но да, вода мутная. Но от нее не так пахнет, как когда ходишь по каким-то местным переулочкам. Есть такой понтон, они соорудили. Смотрите, еще есть лепестки. Они, получается, ими откладываются, чтобы еще больше очиститься. Смотрите, отсюда такой вот вид у нас на купающихся индусов. Так вот, они поджигают такую свечку небольшую. Здравствуйте. А вот, кстати, как местные делают, я почему-то такое не видел. Они на свечках экономят и берут чисто только лепестки. Еще интересная такая тема, как можно понять, настоящие ли эти все монахи, да, которые какие-то обряды делают еще что-то. Те, которые чисто на туристов рассчитаны, да, те, которые жулики, они пытаются сразу сказать, чтобы ты не снимал, чтобы ты давал деньги и все в таком роне. Если же они настоящие, то им вообще пофиг снимают, их не снимают, они заняты своими делами. Это еще не особо много здесь народу. Здесь бывает его намного больше. Просто как-то тут все лодками пока заставлено. Да, вот, кстати, мужичок понес воду с Ганги. Также у них есть специальные канистрочки. Вон она, кстати, стоит. Они набирают в нее воду из священной реки и увозят к себе домой. Очень много людей, как паломники, приезжают, чтобы сделать омовение, прокатиться по Ганге, отдать дань предкам, помолиться за них, помолиться пяти стихиям. Вот, и здесь они трапезы делают, а вечером они прям тут спят штабелями. Здесь, вот здесь, там на столах, абсолютно везде. Вот они за что-то рассчитываются, покупают себе украшения. Не удивлюсь, если украшения, купленные на Ганге, еще большей силой обладают. Люди постирались, развесили сразу все. Они лепят эти штуки за каждого. За родственников, да, за дедушек, бабушек, за братьев, даже за рыбок он каких-то делал. И они их слепливают, сидят. You pray, yes? And after you put in Ганга. А, и потом они в Гангу это складывают. Окей, окей. Ага, подношение такое. Thank you. Намасте. Намасте. Говорят то, что тут какая-то энергетика, еще что-то. Я вот такого вообще не чувствую. Она в основном из глаз некоторых людей исходит. Но все-таки это какой-то город смерти. Люди приезжают сюда, либо чтобы прощать грехи, либо чтобы хоронить предков, либо чтобы сами умирать. Жарко, капец. Очень жарко. Че, пойдешь? Я думаю. Я думаю то, что надо заходить. Поприятнее. Поприятнее? Ладно, ребят, давайте вы пока лайк проставите, а мы пока подумаем чуть-чуть. Рынок маркетплейсов ежегодно растет, и каждый может стать владельцем товарного бизнеса. Но как начать анализировать нишу конкурентов, размещать, продвигать товары, вам поможет разобраться интенсив от Skillbox «Быстрая прибыль на маркетплейсах», который пройдет с 7 по 9 ноября. В программе интенсива узнаете, как устроены маркетплейсы и в чем их потенциал, что нужно для старта. Увидите разборы реальных кейсов от успешных селлеров. Выберите нишу и узнаете, с каким маркетплейсом лучше всего работать вам. Узнаете, как выбрать товар, найти поставщика и многое-многое другое. По окончанию интенсива узнаете, как стартовать с нуля и быстро выйти на первую прибыль. Получите готовые шаблоны и инструкции, что же вам делать на старте. Расчет прибыльности заведения магазина, оформление карточек, первые шаги по продвижению и другое. Кроме того, участники сразу же после регистрации получат гайды, алгоритм поиска товаров, который точно будет востребован. И как создать для него идеальную карточку, которая гарантированно взлетит в самый топ. Все участники интенсива в первый же день получат книгу, которая научит вас добиваться успеха в переговорах с поставщиками и корректно отвечать на самые токсичные отзывы пользователя. Чек-лист от бизнес-консультанта Wildberries, как избежать штрафов по оферте. А во второй день вас ждет эксклюзивная подборка из топовых товаров для старта продаж весной. Экспертные материалы по старту продаж на Озон и Wildberries. Ну а в третий день шаблон по юнит-экономике в Озон и Wildberries. А чтобы узнать подробную информацию о программе интенсива, переходи прямо вот здесь вот по ссылке в описании. Ну либо сканируй QR-код. О, все-таки смотрят, что он это будет делать, что ли? Ладно, надо лицо попроще сделать, чтобы людей не смущать. Слушайте, не так уж и плохо, кстати. Чуть-чуть захлебнул воды. Я не думал, что тут глубоко. Мне нравится. Ну что, все? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, да? Да-да, нет-нет. Никуда не торопимся. Просто обычно чем быстрее сделаешь, тем быстрее сделаешь. Аккуратно так заходи. Тут канат сейчас будет. За канат берись. И все, да, можешь так сколзать. Вот так вот, ребята. Так, кто там с женщинами на Мальдивы, да, ездит? Да. Как тебе? Ну, не так ужасно. Я реально, когда ноги опустил, я понял, что не все так плохо. Да. Да глубоко реально. Ой, нет, не опускайся сильно глубоко. А что, ножная с головой? Я не знаю, от тебя зависит. Ты хочешь с головой? Они ждут этого, я думаю. Больше, чем Рождество, там, не знаю, Кришны. Ты реально хочешь? Прикол. Река очень классная, очень здоровская. Но помыться не помешает. Надеюсь, что мы не пожалеем о том, что мы сейчас сделали. Но в целом у нас реально очень сильный организм. Я всю Африку ездил, там, что только не хавал, где только не бывал. Поэтому, думаю, все ништяк. Ну, тут они, так вот, они стирают. Мыло лежит. О, ну, что делает. Ну, смотри туда. Мистера Индуса-младшего выгуливает на мыльных движениях. А вон там вот наше жилье стоит 45 долларов за ночь. 40, да, на самом деле, для Индии, кажется. Но дешевле тут хрен, что найдешь. А мы живем вот с таким вот круглым окном, с тремя окнами, в круглой комнате. А вот это, смотрите, да, вот такая же практически. Стоит 600 долларов за ночь. Просто 600 баксов, прикиньте, варанаси. Это не Манхэттен там какой-то, не там Лос-Анджелес, где там Рэд Питт может вам с утра выйти, ручки-то помахать. Не, варанаси, где у вас может просто нога там не до обогорелого трупа проехать рядом с вами. Доброе утро, соседья. Еще не спится. Как-то пробирались тут прям вообще до хрена людей было. Куча собак там как-то обходить надо было. Вот здесь получил, бежал там между ними пес какой-то был. Фу, я прикоснулся к перью. Ну, собственно, такой вот ход до нашего отеля. Вот пахнет машинами какахами. Оф-та, лол. Люди вахи. Такие, блин, ну че, охренели что ли? В нашей Ганге, что ли, купались. Вот такой вот замок, короче, там барный. Еще у нас есть замок от балкончика. Это вот клопы, они везде. Просто их уже даже, ну, их не трогаешь. Приходишь покупать вещи, вот по 10, по 15 таких. Постоянно откуда-то они, блин, заползают. Но, к счастью, нас не кусали за ночь. Сейчас, ребят, у нас крайне интересная идея. Думаю, вы уже понимаете. Мы хотим взять воду из-за реки Ганге и отвезти ее, проверить. В конце видео прикреплю. Если в конце видео не будет, значит следите. Тем более подписывайтесь на канал, чтобы узнать, что вообще в этой воде. Вот, ребят, ну и сразу пробу, наверное, сегодняшнего дня возьмем. Вот так, надеюсь, хватит. Как дед меня ловко так на соточку развел. Мы, наверное, уже Гангой поиспытались, очистились. А после очищения надо в чистых местах кушать. Поэтому мы сейчас пойдем поищем что-то более похожее на кафешку. Ой, вот они там делают. А, они прям там сидят еще. Там есть кафешка внутри. Тут холоднее, чем на улице. Что-то в той штуке вообще какой-то прикол был. Говорят то, что, о, сейчас быстренько там покушаете, все туда-сюда. И кидалки, ждем. Деньги ему саешь, он такой, да, да, минута. И просто так вот бесконечно. Ну, не хочет, как хочет. Смотрите, зато у чувака какая шляпа грандиозная. Впрочем, мы тут чуть-чуть заблудились. И карты не показывают эти улочки. Ну да, может, это и тупик. Привет. Офигеть. Мы, да, заходим. А их в разных стадиях приготовления. Это же, это, дурги как раз же на шиве. Офигеть, тут очень много. Ну, они как-то вообще не симпатично выглядят, вообще ни разу. Фух, мы выбрались. О, кстати, сок можно выхватить. Эй, can you make this big one? Go, Paul, go, go. Go, mother, mother. Если сюда беги, то тут вообще трешно сейчас. Если им расскажут, начнут двигаться, попространить еще больше. Еще прикол в том, что им постоянно, когда предлагаешь еду, то они от еды отказываются. Что на меня кусает? Зачем ты меня кусает, а, мистер вампир? Ребята, если что, вот тут такая регулировка. Просто с дубинкой, полицейские. Девочка эта за нами так и движется. Вот, чем больше она движется, тем меньше хочется ей что-то давать. Изначально было желание и сок отдать, он мне подумал, что это будет самое худшее решение в ее жизни. О, что она еще? А, нет. Просто если дашь ей, она подумает то, что это нормально. Нашли мы какое-то место. Тут кондиционер есть. Прикольный интерьер. Будра, помогая. Пойдем к рыбкам. Здесь такие камешки, как эти сладости. И больше никакой маленькой девочки, которая знает, что знаете, какие рыбки. Просто рыба. Как вам вы, Индии, тут пожелается. Так, нам принесли еду. Это у нас обычный рис, на случай, если вдруг вот это будет супер перченая. Это овощи из кешью. А как это называется? Джеки, Джеки. Джеки-чан, короче, это будет. А это мой крем-суп из грибов. И это также ласи. Ласи берется для того, чтобы его попить потом, чтобы не жгло во рту после еды перченой. Джинджер, water. Джинджер, это имбирь. Water, это бада. Супы мне здесь прям очень сильно нравятся, особенно грибные. Блин, я вообще счастлив. Очень вкусно. Грибы обожаю. Попробуй. Ну, вообще, просто вкус детства. Когда это, разрешили дождь поить, да? Реально. Блин, дождик. Или дождь, да-да-да. Такое, это реально, как будто вода из Ганги. На вкус даже еще хуже, по-моему. Ну и чек 733, не так дешево. Ну и как бы это заведение получается ресторанного типа. Удивительно, как индусы умудрились сохранить свою традицию, свою уникальность, классную кухню. Куча всего-всего, при том, какая у них сущность. Да, ему волю, он вот всех сейчас туристов палками разоколочит. Много роликов было, как ковид. Если не в то время находишься, они тебя бамбуковыми палками окучивали. Вот, смотрите, тут еще есть такие, знаешь, дослужившиеся до генералов, полицейские, которым оружие разрешают носить. Там вот, где трубы, это премоторий. Наверху это самый высокий класс, чуть пониже там средний класс и низший класс. Наверху они могут и в плохую погоду сжечь людей. А внизу с этим проблемы, потому что иногда может дождь, иногда может ганга выходить из берегов. И тогда они переносят место, где они сжигают людей. Смотрите, вот тут вот ребята продают дрова, на которых жгут. Вот весы для баланса кидают такие гайки огромные. Вот так вот колик. Тут еще дрова продают. Дрова тут, походу, все продают. Один килограмм дров стоит примерно 2 бакса. А там вот тот самый огонь, который горит уже куча тысяч лет. Его молодые парни поддерживают. Родственники пытаются собрать денег. Воу. Сегодня мало как-то людей. Да, друзья, запах тут, конечно, вообще ужасный. Просто трындец какой-то. Ужас. Ну, некоторые люди, которые приходят хоронить родственников, записывают селфи. Просто тут фрукты горят. Солносят. Там люди купаются, рыбу ловят. Охереть, это нога. Эта нога жгется. Жесть, я сначала... Это две ноги торчит. И это голова. Охереть. Я не понял вообще сначала. Это человек вообще целиком. Они нанимают людей, которые помогают сжигать труб, которые шевелят его на протяжении 3-5 часов, пока он не сгорит. Вот они, получается, заготовили дрова. Они сейчас на дрова так положат. Пять кругов они должны быстро сделать. После того, как забреваются, вот так вот закрывают себе голову белой тканью. И делать пять кругов, чтобы каждой стихии дать дань. Земля, огонь, вода и воздух. Получается, воздух уходит в пепел, огонь сжигает тело. Пепел остается также в земле. И части они, то, что не догорает, относят к воду. И очень важно, чтобы пять кругов именно сделают. Сено пока не догорело. И с ног они начинают поджигать. Вот эти вот люди, которые сейчас будут бабушку поджигать, это средняя касса. А вот там вот, и мы до этого стояли, где две ноги вытаскивались. Это самая-самая низшая касса. Где-то 15 тысяч уходит на дрова. В этой до 25, а в самой верхней до 35. Стоимость рассчитывается не только из дров, но и также иногда требуется разрешение. Стоимость рассчитывается не только из дрова, но и из дрова, но и из дрова, но и из дрова, но и из дрова. Вообще, лично для меня очень удивительна алчность человека, который владеет крематорием. Потому что посмотрел такой факт, что был какой-то богатый, очень богатый человек. Надо было его похоронить. И, короче, он не соглашался, пока ему куча земель не подарили, куча денег и драгоценностей. Ну, лицензия на сжигание всего у нескольких получается крематория. Он как бы может запрещать сжигать варанаси, а варанаси, если ты приезжаешь и сжигаешься, то это у них, по поверью, считается самый прямой путь в рай. Чтобы также 100% земля душу отпускала, поэтому не пускают обычно женщин, родственников умерших. Делается это потому, что женщины считаются, что более эмоциональные. И чтобы лишний раз никто не плакал, душа будет также беспокойной и не сможет спокойно покинуть землю. Друзья, в преддверии Нового года я думал, что бы такого интересного сделать, чтобы вас порадовать. Давайте я разыграю айфон 15-й, последний, среди тех, кто будет подписан на мой инстаграм. Поэтому переходите. Если вам не нравится айфон, окей, 100 тысяч рублей. Если вы не из России, то 1000 долларов. Подписывайтесь на инстаграм, переходите, там дохрена большего контента и следите за условиями и за розыгрышем. Вот эта часть моя любимая. Кто-то отдыхает, кто-то попрошайничает. Смотри, какой дедуга, десертик кушает. Аквамэн по-индийски. Не хочешь Ласе? Какой матч? Капирай. Пивки? Давай одно возьмем. Я скипаку, он сверху положил. Своими руками он прям украсился. Зато знаешь, каждый Ласе он индивидуален. Потому что каждый Ласе с 300 рук разного продавца. О, сразу убежал. О, нормально. Прикольно. Ничем не отличается от ресторана, но... Его удобнее, наверное, через край фигачить. Да. Ты скинуть его решила? Да, ну это ужасно, демка. Прикольно. Мне почему-то немного мерзковато, но прикольно. О, смотри, какой чел. Офигей. Офигей. Вот этому че-то хочется даже денег дать. Да? Да. Так. Недоражный. О, господи. А-а-а. Да. Хорошо. 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 Агоры, они делают это за то, сколько ты дашь денег. А вот эти другие подходят и начинают попрошайничать. Типа, там, нам надо от сотки платить, еще что-то, которые вот просто краской тебя делают. Такое вот вечернее чилио. Это женская часть. Отдыхает с детьми. Это все, короче, чтобы с утра не стоять очередь на помывку. Такое ощущение, как будто после дня города где-то в Москве. О, эти ребята все еще придерживаются своего заработка. Может, и понравилось. Короче, нас все девчонки преследуют. До этого они шли там. Мы перешли. Они тоже начали идти здесь. Вот они там все, все потрогали. Пацаны тоже все потрогали. Решили пока что туда не идти, потому что народу прям очень много дорога сужается. Посмотрим еще, что тут есть интересного. Опа. Опять девчонки. Столько живности. Давно не видел. А, вот что она хотела. Фото. Мейк фото. Вот что они нас преследовали. Такие вот всякие игрушки детские. Такой отлетающий чел. Офигеть. Опять бабуля просто. На ней леса нет. Не, кстати, штучки-то интересные. Если бы жить где-нибудь здесь недалеко. Надо что-то в таком стиле купить, но это интересно. О, наш друг до сих пор тут сидит. И его друзья тоже. Вечером тут особо ничего не меняется. В кармашке закреплен фонарик. Так что, если что, ребята, вы знаете. Салон красоты в Варанасе. Приезжаешь, а хоп-хоп, лисенько посидит. И вот тут уже что-то начинается. Какой-то мужик речи читает. Ребят, это вообще все действие для индусов. Очень-очень важное. Потому что река Ганга, она очень полномодная. И она дарит жизнь практически все инди. Поэтому они поклоняются Ганге, всем богам. Освечают землю, на которую они должны прийти. Зацените вообще, сколько народу собралось. Давно род. Там народ. Тут даже... Вот там народ. Там народ. И с этой стороны на балконе как народ. А там как раз же 100 трупов. Прикиньте, какой классный заработок они придумали. Они каждый день организуют вот это. И вот столько людей, где они приезжают. Они покупают места от 200 рубля в лодке. Людей тут просто тысяча. Есть вот такие лодочки. И это мы еще не говорим про то, что вообще люди сюда приезжают. В том числе, чтобы посмотреть только на это. И вот на то. И по сути, они тратят деньги на гостиницы. А гостиницы здесь стоят 30-40 баксов. На еду, на все. И очень большой туристический трафик. И привлекаются в том числе и в страну, кстати. Все трогают, смотрите. Оп-оп. Давайте тоже причастимся. Вот прям столпотворением. Давайте закоснемся до пламени. Опа. Так вот. Оу, горячо. Вот, короче, лаборатория. Интересно, они настоящие-то сделают или рандомные из интернета скачают и приделают какие-то данные наши воды? Hello. We want to give water to check. О, ништяк, прикольно. А, ребят, это чисто 5-х кол. Ну, может быть, это тестировать, как я делаю, да? Да, очень интересно, сколько денег сейчас просят. Мы попросили сделать все, что только можно. Три с половиной тысячи у нас очень талия. Thank you. Так, ребят, настал момент X. Чтобы посмотреть результаты ватер-теста из Ганги, который мы набрали, сейчас нам прислали результаты. Я им сказал-то, что это озеро у наших друзей, которые там купили какой-то дом. Мы хотим узнать, можно ли в нем плавать. Чтобы они не думали, что мы там хотим как-то их Гангу очармить или еще что-то. Какие-то бактерии, внимание, максимально 10 по стандартам. 9 тысяч. В 900 раз получается. Внимание, какие-то другие бактерии, максимально 100. Тут просто какое-то нереальное число. Чего-то больше, чего-то меньше. Короче, ребят, если кто-то шарит, то напишите, напишите, что это вообще значит. Умрем мы или нет, я надеюсь, что нет. И вообще уже прошло сколько? 10 дней с того момента. И мы себя чувствуем вроде как хорошо. Химический анализ нормальный. Но вот этот микробиологический, это жесть. У меня тут мысль пришла в голову, то что они зачем-то поставили нормы для бассейна. Но в бассейне, по сути, не должно быть никаких там биологических элементов, потому что они хлорка убиваются. Давайте, наверное, посмотрим, какие для рек нормы вообще. Так, ребят, мы загуглили нормы для реки. Нормы для реки от 500 вот этих каких-то калиформных бактерий до 2500. И получается то, что 9000 это меньше, чем в 4 раза. Поэтому в целом река вполне себе хорошая. Чуть-чуть загрязненная, да. Но не химически, а именно бактериями. Хотя многие там жалуются то, что выбрасывают всякие отходы там с фабрики и еще с чего-то. А второй показатель, смотрите, должно быть 500 на 1 миллилитр. Получается в 32 раза превышено. Это как раз показатель, который показывает плесень, бактерии, все. Всякие грибы и прочее. Не хочу никаких грибов. Короче, ребят, если вам понравился ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще больше всякого интересного. Ну и смотрите вот какой-нибудь ролик вот здесь. Вот он охеренный 100%. Пока.